заедем перекусим в маке до выезда в киев 4 часа следующий раз поедим в маке уже где-то через четыре месяца по приезду так вот что я беру в рейс это рабочая одежда обязательно аптечка со всем чем можно мази таблетки препараты витамины все что угодно пантенол с моей профессии очень важная штука дэйзик машинка для стрижки фартов рабочий косметичка рабочие ножи резинки для спорта очень классная штука фирму показывать не буду так как это не реклама очень удобная не тяжелая собой брать очень практично футболочки штанишки шортики носочки кепочки для работы тоже и кофта в которой я буду лететь домой как то так сейчас положу еще рабочую обувь и все ребята хочу посоветовать вам такой вот медицинский клей bf6 25 грамм 54 гривны грубо говоря отличный заменитель пластыря который еще и дезинфицирует покрывает рану порез пленкой при намокании не слазит для тех кто частенько режется очень советую возьмите попробуйте докупил себе еще витаминок вот такой вот перечень комплекс витаминов от витрум витрум плюс 30 таблеток в упаковке огромный список витаминов которые входят витамины минералы хватает его на месяц я думаю докуплю еще вот одну упаковочку и взял себе еще smart омега тут получается входит омега-3 и коэнзин q10 по тоже по одной таблетке в день на 30 дней осталось проверить все ли я собрал проверить документы еще раз вылетая с киева поэтому в 12 часов выезжая на автобусе в киев вылет у меня в двенадцать тридцать приезжаю наверное спустя шесть часов полдня что мне делать и не знаю разберемся буду я уже наверное эти 6 часов в аэропорту находиться а дальше посмотрим короче собрали сейчас будем выезжать уже на куликовое поле да да а ты потом целый блок создать да типа как я ушел в рейс говори говори ты во блоге аккуратнее пожалуйста аккуратнее вот на вот этом вот автобусе будем ехать уже загрузил чемодан ждем посадки а приехали в киев до вылета еще часов 5 автобус был принципе полупустой была возможность поспать что делать сейчас без понятия пойду посмотрю какой гейт если он есть уже в таблице буду ходить тянуть время проверили температуру запустили проверили сумку раз посмотрю что у нас там на табло так хорошо ничего не отменили в общем за два часа до вылета будет регистрация кстати в аэропорту есть вок кафе пойдем пахнем кофейку вот такой капучино в влоге в аэропорту в киеве стоит 55 гривен напиток дают отдельно набор крышечку сахар палочку трубочку в отдельном пакете бумажным у народу в принципе в аэропорту немного а прошел таможню осталось два часа до вылета прилетел у меня Мадрид в итоге никто меня не встретил пришлось заказывать самому такси и ехать в гостиницу проехали где-то 5 километров заплатил за это 20 евро прилетел я в мадрид я уже в гостинице в этом номере буду до обеда завтрашнего дня а завтра еще один вылет сейчас проведем небольшой room tour и так справа у нас находится вот такая вот ванная комната душевая кабинка много полотенец умывальник зеркало дальше у нас здесь есть шкаф с сейфом с одеялом с вешалками все как положено зеркало еще одно так тумба для вещей для багажа две приковатные тумбочки мягкая думаю кровать ну относительно мягкая стол холодильник что у нас холодильник есть ничего телевизор и кстати смотрите тут у нас есть летняя терраса вот это поворот буду завтра здесь кофе пить смотрим по ценам что у них тут на завтрак так у нас получается классический завтрак 450 евро фирменный завтрак 7 евро вегетарианский завтрак 7 евро и безглютеновый завтрак 7 евро ну посмотрим завтра что-то точно перекусим и сейчас на ужин надо будет пойти сейчас поужинаю голодный капец самолете не кормили посмотрим чем тут хотя бы кормят сел на летней террасе поужинать заказал себе свиные ребрышки миг салата и апельсиновый сок ребра стоят 15 евро салат 5 евро и сок не знаю сколько стоит посмотрим какую порцию принесут и насколько это будет вкусно рядом возле террасы спортзал ребята тут прям сильно потеют что-то типа кроссхиты занимаются очень даже мило тут растения травушка солнце не палит ветерок не пропал некий пас принесли вот такой вот салатик сейчас будем пробовать ну в принципе обычный салат с консервированным тунцом ничего особенного правда в салате попадаются вот такие вот гнилые листики то есть ну в целом неплохо но как бы можно было качество получше сделать что заказал вот капучино сейчас попробуем насколько вкусный приспании кофе неплохой и вот такие вот ребрышки принесли салат в принципе неплохой но если бы еще без черных листьев салата гнилых было бы получше а так горчит сильно сейчас попробуем ребрышки в общем поел я на 32 евро это с 10-ти процентным чаем взял себе еще бутылочку воды вот такой вот обычный вот так вот ребрышки мне как бы не сильно понравились потому что соус слишком сладкий у них они жестковатые то есть нет такого что ты берешь за косточку и она вынимается и салат так себе по вкусу как бы нормально если бы не было гнилых листьев салата а так неплохо пойду наверно прогуляюсь посмотрю что тут вообще вокруг как люди живут а там уже либо сегодня вечером либо уже завтра на завтраке встретимся короче вышел пройтись посмотрим что-то работает какие-то магазинчики еще что-то так смотрите в целом красиво как германии люди ходят домики стоят машинки ездят итак прогулялись мы четыре километра в одну сторону сейчас идем четыре километра в другую сторону ну как говорит лёгонькая прогулочка после ужина ну что погуляли теперь можно и поспать всем доброе утро сейчас у нас 3 июля 9 утра сейчас уйду по завтраку и буду выезжать в аэропорт десяти где-то и вылетаю в лакаруна вылет у меня в одиннадцать тридцать поэтому пошли завтракать и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!